Приветствую всех заключенных коронавирусных подписчиков, которые сидят у себя дома и не знают, чем же себя занять. А сегодня я вас займусь своими обзорами журналов. Совсем недавно я нашел пачку старючих журналов про тюнинг. И сегодня я буду вместе с вами их пересматривать первый раз. Вот допустим, первый журнал 2009 года. Первый раз 2009 года я открою этот журнал и мы вместе посмотрим, что же было модно тогда и как это выглядит сейчас. Так мы поймем, как менялся вообще весь стиль, как менялась индустрия. В общем, поехали. Первый журнал у нас Форсаж. Так, это все отложим немного в сторону. Тридцатка будет таким пресс-папье. Значит, 2009 год, декабрь месяц. Цена 100 рублей. Открываем. Так, какая-то рекламка компьютеров. Неинтересно. Пролоджи. Опять рекламка, много рекламы. Да, раньше модно были такие выезжалки в тачке ставить, типа телевизор. Ну, сейчас все заполонили планшеты на андроиде. Китайские магнитолы с Алиэкспресс. В общем, какой-то концепт-кар на разборных колесах. Это неинтересно. О, М3 Е92 GTS. Новинка. Да, на то время это была очень крутая тачка. Ну, в принципе, она и сейчас крутая. Но на то время это была прям супер. На роллбаре, на ковшах, на каких-то ремнях широт самых дешевых. Кстати, я такие ремни ставил в последнюю тридцатку и покупал их бушные по 20 долларов. Такие, как здесь стоят на тачке. Она, наверное, около сотки стоит. В общем, оранжевый цвет и черные колеса. Черные колеса, это просто жесть. Ребята, никогда в жизни не красить в черные свои колеса. Они скрывают размер, рисунок. В общем, это неправильно. Дальше листаем. Какой-то тюнинг. Ford, Res. Тюнячки. Накладочки непонятные. Ладно, опять куча колхоза всякого. Ё-моё. Про спорт перформанс. В общем, то, что продается на всех авторынках, представлено в журнале как супер тюнинг. Значит, здесь есть парковочные радары, ручки КПП, какие-то фары для Ауди, гофра для глушителей. А вообще, можно ли какого-нибудь резинового шланга на 10? Здесь нет. Все, это диодные фонари для BMW E90. Я думаю, они не продали ни одного комплекта таких фонарей на E90. В общем, опять какие-то обзоры каких-то тюнячек. Ну, в общем, это понятно, для чего сделано. Для того, чтобы зарабатывать бабки. О, а у меня в красном гелике вот такая фигня, кстати, была на потолочке. И я ее выкинул. Ну, реально, оно очень ущербно выглядит. Сеат. Вот да, вот такой Сеат, в принципе, вот такой человек полулысеющий. Это типичный владелец данных автомобилей. Печаль вообще полная. Зачем этот Сеат попал, как он попал в журнал тюнинг? Форсаж. Непонятно совершенно. О, VTC-шная приора. Вот это круто. Кстати, в России я где-то видел, продается обвес на приор VTC-шный полностью. Он получается, по-моему, на 25 сантиметров расширяет базу машины. То есть, кто хочет построить реплику VTC-шной тачки, в принципе, можно сделать. Достаточно недорого это все стоит. На заднем плане E90. Просто, но она, кстати, визуально смотрится похуже, чем приора. Как бы это не звучало глупо. Ладно, идем дальше. Какая-то слива. Слива. Совершенно обычная. Опять реклама колхоза, ксенон за полцены. Просто бред. Аккорд. Что там по фитухе? Смотрите, какой фитмент. Тормоза, кстати, классные. Я надеюсь, в то время еще не было китайских накладок пластиковых, которые продаются на Алиэкспресс, а также на Авито, ОЛХ и прочих торговых площадках, которые стоят по 500 гривен и делают муляж тормозов. Дальше, по-моему, ставили все нормальные тормоза, которые тормоза тормозят. Какие-то подиумы, автозвук. Я так понял, руль шницер. Это что, от BMW руль? По виду стоковый руль. Типа в этот аккорд засунули все, что можно. И тормоза, и пневму, и какой-то обвес. То есть это и гонка, и музыка здесь, и все, что хочешь. По мотору даже не помыли его, просто так как-то пофоткали. Колеса уродские, конечно. Сзади вообще, смотрите, какой-то фейл. А зачем сколько развала делать, непонятно. Когда фантазер профессия. Ну да, таких очень много людей. Ну ладно, это еще, мне кажется, не сам. О, стоптех передние суппорта. Это прикольно. О, слива. А это не Руслана слива, случайно. Тот, что, который со стиловым катается сейчас. Очень похоже, по крайней мере, по цвету. Типа хромчик. Не знаю. Очень спорно. На каркасе, болтовом. Каркас тоже уродский. Я не знаю, вообще, болтовые каркасы, они что-то решают или нет. Или просто они все как-то для красоты. Мне кажется, это чисто какое-то тюнячка. Чисто для вида. Эти болты будут срезать при крэше. Какой-то рокот турбодома. А, отчет про Драх в каком-то городе. Какие-то уродства, а не машины. О, Крава молодой, смотрите. Такой щегол еще. Я, кстати, общался с Кравой. Спрашиваю у него, почему. Ну, Кравченко, кто не знает. Почему ты не едешь дрифт или тайм-атак или ралли какой-нибудь? Почему Драх? Он говорит, ну, потому что это скучно. Все остальное скучно. А, значит, Драх это ехать по прямой и не шевелить рулем. Или подруливать немножко. Это супер весело. Я совершенно этого не понимаю. Считаю, Драх это вообще один из самых примитивных видов автоспорта. Ну, технически, да. Машина должна быть как бы подготовлена. Там и ходовка должна правильно работать. Ну, нюансы есть. Но все равно, с точки зрения удовольствия. Ну, ладно. Давайте опустим это все. Каждый, как говорится, как хочет. Ё-моё. Вот. Подожди, а журнал... А, 2009. 2009 год. Ну да, Z тогда уже вышла. Паврончик мне нравится. Ну, как он выглядит на Z, а не как он выглядит на 28. Южный парк. Реклама. Я думал, они не ждутся в рекламе. Ё-моё. Они сделали как Suicide Doors. Типа, как на этом. Как на Rolls-Royce. Вообще бред. Ара! Ара! Как можно такие бампера прицепить на живу? И смотрите, они еще не в цвет. И типа чувак такой на серьезных щах показывает, сколько много он всяких кубков купил в магазине, наверное. Или кто ему их дал. А, или это может кубки его собаки. У собачников у всех много всяких медалек, типа кубков. Короче, сзади какая-то базука стоит. Куча всяких наклеечек. СТПшкой проклеенный салон. Конечно, да, супер. Смотрите, тормоза от Mazda. Но это потому что болтон решения от тормоза, по-моему, от RX-7. Это болтон решения на E30. И получается на ВАЗ тоже. Торпеда от Тридсона. Вкорячил китайский руль. В общем, колхоз лютый. О, еще продолжение колхоза уже в деталях. Три магнитолы. Какой-то тип ЕСУШИ ВОЛГА. На АЗЭТах. Ну, а, типа свап 1JZ GE от Марка в ВОЛГУ. Ну, как бы, сейчас этим совершенно никого не удивить. Но тогда, наверное, это было в диковинку. На ручке даже, да. Не знаю, эти АЗЭТы на ВОЛГе как-то смотрятся. Ну, никак они смотрятся. Салон перешит. Какой-то кожзам или дермантин. Чувак, на фотках такой, конечно. Думает, вот это я красавчик. Свапнул ВОЛГу на JZ. Ё-моё. Какой-то отрицун. Гадкий утенок. Действительно гадкий. У него что-то с базы сделано. Смотрите, переднюю ось вынесли вперед. Ну, да. Развесовка поправилась. Но это уродище может ехать только прямо. Смотрите, насколько перенесли. Порезали лонжероны, моторный щит. Я не знаю, в какой серии он ехал или едет. Но мне кажется, нормальный техком такая машина бы не прошла. Хотя, судя по всему, это какой-то заграничный проект. Кошмар, конечно. Ручка хёст. Ну, на атмосферном моторе. Зачем автомат? На атмосферном моторе. Ну, прям, ну, блин, ладно. Я не особо силен в драге. Вообще не особо силен ни в чем. О! Девчата пошли. Это что-то глюкоза или что? Ой, непонятно. Какая-то чья там мамка. 300ZX Turbo. Кстати, прикольная тачка. Кстати, кто не знал, на Ламбе, по-моему, я не помню, на Мурчелога, по-моему, не-не-не. На Диабло, по-моему, от Ниссана стоят вот такие вот фары. Только они там закрыты. Там не надпись Ниссан, они закрыли ресничкой какой-то. Короче, на какой-то Ламбе стоят фары от Ниссана 300ZX. И задние фонари от автобуса. Можете погуглить, это интересно. Опять какая-то дико реклама. О! А, это пацаки, короче, с этого канала Привет Тачка. В общем, как я понял, почти все автомобильные журналисты пришли на YouTube. И правильно, в принципе, сделали наш гараж. Значит, это тюнинг Е30 2009 года. Какие-то колхозные бампера, разборные колеса. Колеса прикольные. Задние фонари уродские. А, это еще и М3? Зачем так уродовать М3? Это, ну, мне совершенно непонятно. Ну, тогда, наверное, какого-то было веяния. Такое, непонятно, какой-то или моды конца 90-х или что. Такие фонари у меня стоят сейчас на красной 30-ке. Я их выкинул. А купить новые оригинальные фонари первого перехода до рестайловой на Е30. Сейчас это очень большая проблема. А раньше их просто выкидывали и ставили вот такой вот колхоз. Какой-то типа проект тюнинг АКИ. На каркасе. Или это фотошоп какой-то проект. Ладно, совершенно неинтересно. Смотрите, рукожоп какой-то механик пытается разводным ключом какой-то шланг открутить. А, Ивана. Судя по всему, это М54, наверное, мотор. Что он таким ключом здесь хочет сделать, непонятно. BMW. О, Lada Priora, Forsage. На английских глазках. Ой, ужас. О, Golfes прикольный, кстати. Mazda 3. Тогда тоже свежая тачка была, помню, да, на них все очень обращали внимание. Нравилось многим. Наконец-то подходит к завершению этот журнал или не подходит. Подходит. MX-5, Miata. В GDM-ном обвесе в каком-то. Так вот, в следующем выпуске, наверное, будет антипалево. Ford Cougar. Жесть. Да, сейчас такие тачки полные неликвиды, стоят там пару тысяч долларов. Ну, когда-то это была крутая телега с китайским рулем и ресивером от КамАЗа. Ну, это какой-то футболист. Я нет, вообще не догоняю футбол. Если вы любите футбол или не любите, напишите в комментариях, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Если вы досмотрели видео до этого момента, то напишите, пожалуйста. Холодный впуск. Типа, вот эта босчика, как будто должна что-то делать, которая закреплена на какие-то строительные стропы. Для гипсокартона. Просто капец. Toyota Supra. Это типа обвес топ-сикрет на Supra. Хотя сзади фонари от сливы. Приборка стак. Типа, приборка классная. В салоне наделали всего. Ё-моё, блин. Короче, я думаю, что эту Supra уже выкупил Кабаргин и давно ее разбил. Какой-то универсал. Тоже какое-то уродство. Это смесь всего, что выпускала ВАГ в те годы. А4 в каком-то сумасшедшем обвесе. На каких-то уродских колесах. Сзади от Passat фонари. Если бы это сделали в Японии, я бы еще понимал. Но... А, это типа по номерам, судя по всему, это Испания. В Испании, конечно же... Вот опять Испания. Аудиатрис, Мордетт Е60 с фонарями. В Испании очень много цыганей. И да, им это простительно. А эта MX-5, она из... Ладно, точно такую же. Я ее видел в обзоре Absurd Drive. Она обитает вроде как в Сочи. Или очень-очень похоже. Разваленная ламба. Ладно, опять эти типы. Привет, тачка. О! И картинки, которые показывают, что как можно было раньше покупать игры на свою мобилу. Мне очень нравилось. Помню, малой был. Смотрел вечно эти всякие картиночки. Думал, какую же мне заказать заставку. Или картинку, или игру. Все, в общем. Наконец-то на этом обзор первого журнала подошел к своему завершению. Если вам было интересно, ставьте свои лайки. В общем, дальше мы будем обозревать следующие журналы, следующие номера. И эта рубрика будет еженедельной. Теперь будем стараться выпускать каждую неделю новый ролик. Все, всем пока.